Анастасии Прошевой 21 год. Она заканчивает четвертый курс университета по специальности учитель русского языка и литературы. Еще в 17 лет Настя вступила в студенческие отряды, поработала помощником вожатого и поняла, что ей нравится общаться с детьми. Теперь она куратор педагогического студенческого отряда Республики Коми. Свой регион Настя представила в Самаре на Всероссийском совещании руководителей педагогических отрядов. Для меня это личностный рост, это саморазвитие, это, возможно, построение дальнейшей какой-то карьеры. И в целом это занятие по душе, то, что мне нравится и дарит. В целом, вся моя жизнь построена на отрядах. Если бы я не была в отрядах, то, наверное, я бы была просто студентом, который учится. А так у меня есть очень-очень много дальнейших перспектив. В течение трех дней кураторы отрядов из 40 регионов страны обсуждали перспективы развития педагогического направления вместе с руководителем Центрального штаба студенческих отрядов Еленой Писаревой. Мы обсудим перспективы развития самой сферы детского отдыха. Мы поговорим о том, какой вожатый сейчас необходим современному ребенку и что должен знать руководитель того вожатого, который их обучает. Затронем тему вовлечения ребят и демонстрации, презентации деятельности российских студенческих отрядов и того, каким образом можно рассказывать о себе ярко, интересно, понятно и доступно современному студенту. Студенты, состоящие в отрядах, ездят работать на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, ловят рыбу на Камчатке и даже принимают участие в строительстве. Но педагогическое направление остается самым востребованным. В этом году от Самарской области уже отработало более 1300 студентов по этому направлению. В эти дни мы будем обмениваться опытом. Как ребята из Самарской области увезут свой опыт, так и они здесь оставят частичку своего педагогического дела. Педагогическое направление остается самым массовым. Оно важно и актуально, так же, как и другие, тем, что ребята работают с детьми, воспитывают будущее нашей страны. Стать участником педагогического отряда может любой студент. Для этого не обязательно учиться на преподавателя. Главное – иметь желание работать с детьми. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.